Хотел бы перейти к теме, связанной с такой состыковочной темой между экономикой и социально-трудовой сферой. Хотя Касым Жамар Кемельевич сказал о том, что чисто экономические проблемы должны решать в соответствии с базовым договором. Но есть тема, которая относится и к экономике. Это кадры, рынок труда, занятость, профессиональные компетенции. И одновременно это существенная часть социальной проблематики. И я хотел бы обратиться к Геру Гербердовичу Григоряну, который представляет Республику Армения на нашей сессии, вице-премьеру правительства Армении. Насколько я понимаю, Николай Валович завтра присоединится к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. А сегодня, Герр Гербердович, вам, как говорится, отвечать на этот вопрос. И прежде всего, что видится вам с точки зрения развития человеческого капитала Евразийского союза, ну, с учетом позиции Армении, конечно. Пожалуйста. Александр Николаевич, спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, территория нашего союза – одна из богатейших в мире по насыщенности природными ресурсами и полезными ископаемыми. Но самым ценным нашим богатством, безусловно, являются, конечно же, люди. Без всяких сомнений, именно от людей и их мотивации зависит эффективность достижения целей и нашего конкурентного преимущества. Основной смысл нашей интеграции, с учетом всех формальных определений, – это развитие человеческого капитала как главного потенциала и будущего Евразии. К сожалению, несмотря на огромный научный и ресурсный потенциал союза, высокий уровень образования наших граждан, пока нельзя констатировать, что лидерство в мировом технологическом и техническом прогрессе сохраняется за нашими странами. Кардинально меняющийся мир и высокие темпы развития требуют непрерывного потока новаторских идей и современного творческого подхода для эффективного решения глобальных задач. Причем ценные инноваторские идеи востребованы во всем мире и, естественно, мигрируют в наиболее благоприятную среду. Поэтому нам вместе необходимо создать именно такую среду в Союзе. По оценкам экспертов, в странах с наиболее развитой экономикой в среднем 60% прироста национального дохода определяется приростом современных знаний, навыков и уровнем качественного образования. Вопросы реализации человеческого потенциала актуальны в любых геоэкономических реалиях. Очевидно, что сегодня профессионализм и профессиональная компетентность наших граждан должна быть опережающей и в смысле качества, и в смысле емкости. Инвестиции в образование и науку в глобальном смысле сегодня считаются самыми рентабельными и оправданными. Причем это касается и государственных инвестиций, и частных, и смешанных, которые стимулируются государством. Ведь самый востребованный актив в сегодняшнем мире – это профессионал. Текущий высокий темп технологического развития, уровень и темпы цифровизации процессов в целом меняют традиционное описание занятости и рабочего места, систем профессионального развития человека, его карьерного роста. Мы должны учитывать, что новая конкурентная среда, новая логика мобильности кадров и структуры рабочих мест, новая среда фриланса, новые возможности реализации знаний – все это дополнительный залог устойчивого развития государств и интеграционных объединений. При этом в списке первоочередных задач, конечно же, будут по-прежнему доминировать социальные гарантии граждан, их здоровье и качество жизни. Динамика развития сфер здравоохранения и социальной защиты в наших странах должна соответствовать общим темпам развития в глобальном масштабе. Очевидно, что в ближайшем будущем рынки образовательных и медицинских услуг станут глобальными и увеличат свою долю в мировой торговле услугами. И с этой точки зрения нам уже сейчас необходимо использовать и расширять их экспортный потенциал, что в свою очередь позволит справедливо оценивать качество таких услуг у нас в Союзе и их конкурентоспособность. Какие еще шаги необходимо предпринять? Прежде всего, нужно учитывать, что у нас у всех разные налоговые режимы, стоимость энергоносителей, логистические возможности, источники в бюджетах поступления, потенциалы защиты от глобальных кризисов и негативных явлений, механизмы мер поддержки бизнеса. Соответственно, стратегическое и экономическое содержание нашего взаимодействия должно происходить с учетом этих фундаментальных факторов. Нам необходимо учитывать, что в основе современного экономического роста лежит технологический прогресс, повышается значение научно-технической, инновационной и образовательной политики. Примонентно и системно идентифицировать и описывать консолидированные экономические выгоды нашего взаимодействия и указывать на их очевидное доминирование. При таком подходе наши стратегии развития человеческого капитала станут более дистинными, синхронными и качественными, что приблизит нас всех к главной стратегической цели – здоровье, образование, обеспеченность и, почему нет, счастливая и безопасная жизнь наших граждан. Благодарю за внимание. Спасибо, Мгер Гербитрич.